всем приветики знаете что я понял что самое важное когда вы пользуетесь компьютером это ваши жесткие диски потому что когда вы пользуетесь компьютером все что вы делаете происходит на жестких дисках и сохраняется на жестких дисках и поэтому если с ними что-то случится для вас это будет обидно и больно и неприятно потому что чтобы остальное не сломалась к примеру вот клавиатура не работает но выкинул ее поставил новый без проблем ты даже задуматься не будешь мышка сломалась но купил новую без проблем ну да когда она сломалась ты в тот момент уже не сможешь пользоваться в тот момент будет неприятно ты потом например играл вдруг раз во время игры сломалась иди ты типа типа чего да это будет неприятно но в принципе это не проблема ты выкинул я просто новый подключил, всё, радуешься. Там, я не знаю, мышка, наушники, да без проблем. Монитор, да без проблем, выкинул новый. Без проблем. Здесь тоже всё, там, вентилятор и всё, что там, я не знаю, вообще без проблем. Блок питания сгорел, ну, выкинул новый, поставил, без проблем. Вот, если видюха, там, конечно, материнка или процессор, оперативка тоже выкинул новую, без проблем. Вот, видюха, в принципе, тоже выкинул новую поставил, просто что, это денежно, она дорогая, типа, видюха, это будет прям, не то чтобы неприятно, но очень затратно, так же, как материнка и процессор. Это как бы, ну, любая поломка, это неприятно, но просто что, всё заменимо, и в этом нет проблем. Типа, ты заменил, поставил новое, и всё, просто что, например, заменить клавиатурную мышку, это дешево, монитор дороже. Видеокарта, это вообще дорого, процессор и материнка тоже дорого, и это тисто по деньгам, бьёт, вот почему это бьёт. Но если сломается жёсткий диск, это ударит не только по деньгам, и вам будет не только неприятно, вам ещё может быть обидно и больно, потому что вы можете потерять всё, что у вас было, то есть вы пользуетесь компьютером, и у вас там что-то происходит. Может быть, вы там, я не знаю, у вас там какие-то фотки, у вас там какие-то видео, у вас там, может быть, какие-то данные, может быть, вы там, какие-то программы создаётся, у вас там, я не знаю, коды там или ещё, ну, типа, исходные коды там, может, какие-то проекты, да малончёк-то там, что делать на компе. Всё, что вы делаете, всё вот здесь, на жёстком диске, все ваши действия, вся система, файлы, всё это на жёстком диске хранится. И если, в принципе, заменив клавиатуру, вы особо, здесь никаких изменений не произойдёт, в принципе, в вашей системе, в ваших всех действиях, всё, что вы делали, всё так и останется. Да всё, что вы бы не заменили, у вас всё останется так же, как и было. Просто, например, если новая мышка, может быть, по-другому в руке лежать будет, но вы в целом привыкнете. В наушниках может быть другой звук, но тоже вы привыкнете, в принципе. Да всё, в принципе, всё, что вы не заменили, вообще вот здесь, вот всё, что вы бы не заменили, в принципе, вы особо, особо сильно, это не повлияет на вас. Но вот если потеряется жесткий диск, это сильно повлияет на вас. И если вы не сможете восстановить его, вам придется заново ставить систему, заново ее настраивать, заново вспоминать, какие у вас программы стояли, ставить их всех снова, настраивать каждую из программ. Естественно, если у вас какие-то были фотки, которые вы не сохранили, все, у вас их нету. Если у вас были какие-то данные, какие-то, я не знаю, может быть, я не знаю, вы там художник, рисуете что-то, все, что не сохранили, все уйдет, заново придется все делать. Там, я не знаю, если рисуете, заново рисовать, если там программируете, заново программируйте. Короче, все, что... Ну, я так, я примерно говорю, у каждого свои действия на компе. И вот все, что было, оно просто слетит. И для вас это вот прям будет ощутимо. Потому что все придется делать с чистого листа. А начинать как бы свою жизнь с чистого листа, это тяжело, типа, и вот именно это будет ощутимо. Именно поэтому, если у вас, допустим, есть два жестких диска, то у вас должен быть третий, который будет не стоять в компьютере, но на котором будет собрано все самое важное с одного и со второго диска. То есть, короче, у вас должен быть отдельный диск, на котором будет копия самых важных файлов с ваших дисков, чтобы если что-то случится с ними, у вас была копия. Потому что, типа, мало ли чего может быть. И, по идее, если с ними что случится, у вас на том диске останется. Может, конечно, такое случится, что два сломаются одновременно. Но это такой шанс, типа, я не знаю, один на миллион, что сразу идут и там сломаются. Типа, эти работали сломались, а тот лежал сломался. Ну, в принципе, такой шанс есть. Тогда можно, в принципе, я не знаю, третий жесткий диск, на него еще скопировать, тогда уже точно, точно сохранится. Но чем больше у вас бэкапов, тем лучше. Вам потом будет легче и проще. А если у вас их вообще нет, если у вас вот просто все здесь, и это сломается, ну, все. Для вас это будет, типа, печаль, удар, типа, и все. Вот, я не знаю, слышно, не слышно, у меня вот этот вот жесткий диск пощелкивает. И, в принципе, я думаю, что нужно еще один жесткий диск вот сюда поставить, снизу, на котором будет копия вот этого и вот этого. А здесь, в принципе, у меня уже есть копия на другом жестком диске. А вот этот слишком большой, здесь просто 250, здесь терабайт, здесь 500 и здесь 500. В принципе, здесь ничего такого. Хотя нет, ну, в принципе, отсюда у меня есть какая-то копия файлов. В принципе, у меня от всего здесь самая важная есть копия файлов. Но все равно я в этом жестком диске не уверен, поэтому хочу сделать копию, купить новый, полностью копию этого жесткого диска сделать с моей системы. Плюс все важные файлы вообще со всех этих жестких дисков. Ну, то есть, короче, купить жесткий диск, я не знаю, на терабайт, на два, и вообще все, что здесь есть, просто все на него просто. Ну, чтобы копия была. Естественно, он будет просто не здесь стоять, а лежать как запасной. Ну, типа, лишним это не будет, потому что после того, как я столкнулся с тем, что у меня просто все слетело, уже задумываюсь, что не пропускай лучше лишняя копия полежит. Хуже от этого не будет. Потом, когда что случится, будешь знать, где искать, и не будешь так сильно переживать. Ну, а на этом все. Всем пока этого.